За святую Русь помолюсь Так, друзья, я всегда точен, добрый вечер, вот, Москва, ещё более долгий вечер, Сибирь, Ищите, не сказал, спокойной ночи, Дальний Восток, так, смотрите, вот это вот вебинар номер 110, по-своему юбилейный, что-то хотел сказать, третий год идёт, значит, для чего вот эта первая фотография, заготовка черенков, и всё меньше и меньше, как только они закончатся, начнётся весеннее обострение, И тут мне придётся о доброй сотне садоводов отбиваться Так, что такое костлявая рука прошлого держит за горло? Она действительно держит за горло Сейчас мы с вами об этом поговорим Значит, предисловие очень важное Оно касается всех Например, сейчас Добрая сотня людей, которые ТОЧНО знают Как выращивать деревья Но этого мало Потому что вырастить одно дерево Это одно, а вырастить сто или тысяча Это две большие разницы Небольшая предыстория Потому что Костлявая рука, она будет ниже Такое жуткое название Она действительно такая есть Вот И я хочу провести небольшое Это мой опыт Опыт горький И в то же время Как бы назвать-то Даже триумфальный С другой стороны Вот Горький для меня А триумфальный для всех вас Сейчас убедитесь И не повторите моих ошибок Но не опустите руки Скажите, если у Железова получилось У Металлурга с нулевым стажем Там у нас, тем более Если мы прибавим Тридцать шесть лет Железова И вот пойдет У Иванова, Петрова, Сидорова Тридцать седьмой год Тридцать восьмой Не первый, второй А тридцать седьмой Представляете, разница какая Поэтому послушайте Все, что я вам сейчас скажу Для начала Я скажу, как развивались события В восемьдесят пятый год Посажено первое дерево Так Через восемь лет Я беру землю Пять гектаров Шестой гектар Прихватизирую Так Кому она нужна Эта земля Вот Забрасываю дачный участок Переезжаю Фактически на остров Строю дом Все это работая на заводе И у меня всегда было мало времени Что из этого следовало Важнейший момент Вот Все развивалось нормально Вот эта фотография Где-то восемьдесят пятого Ой Две тысячи пятого года Последний урожай Чуть-то не первый Последний Перед пожаром Смотрите Сейчас все внимательно Будем смотреть Значит Опыт Приобретенный на острове Бесценен тем Что имея Тысяча шестьсот пятьдесят Яблоневых деревьев Не все они такие Зима Две тысячи пятого года Так ударило Что у меня есть Пятисот Этих самых Аппорт алматинских Умерло триста Правда Жигулевские Почти все оказали живо Но это уже детали Не для сегодняшнего разговора Вот Страшный был удар Но не смертельный Смертельный удар Нанеси мне позже Итак Получился опыт Опыт особый Потому что Вот Дал Бог Вот так человеку Дуракут Это Как Махорки Что-то я забыл Эту Как ее Эту пословицу Дурака Как Махорки Ну ладно Короче Неопытный человек Начитанный Начитанный С помощью Появившихся Журналов газет Вот И принялся Убивать Этот свой сад Из полу Тысяча шестьсот Яблонь Триста Абрикосов Ну По нескольку десятку Там были Редкие сорта Вишни 40 сортов Груш Ну понимаете И я с увлечением Все свободное время Посвящал их убийству Что мне помогло Ребята Это исповедь Но исповедь особая Что мне помогло Мне не хватало Время Все это уничтожить Догоняйте Человек И вот смотрите И вот смотрите Там где я Успевал Понаделать ран Это первый вариант На кольцо Я не успевал Нанимал Какого-нибудь Полубича А ему лень Делать аккуратненько Рана на кольцо А знаете как А деревьев там много Всего-то около Двух тысяч Вот он идет Чик-чик-чик Оставлял вот такие раны Второй вариант И третий Где он Где вообще А он еще и ленте И вообще никто нет То есть делим Часть на три части Первая Рана на кольцо Господи Поверьте Это особый день Я наконец-то Правду вам выложу Эта правда должна Облететь всю страну Чтобы вы за мной Повторяли Но не все Тучи Тучи Бабочки оставляли На каждом дереве По сотне этих Самых гнезд Значит Тля жрала так Что я не успевал Опрыскивать Вот Это где раны на кольцо Там где оставлялись Вот такие Вот Спасибо бичу Полу бичу Вот Значит там было Уже получше И наконец Душа отдыхала Где никто За эти несколько лет Так ни разу И ничего не порезал То есть Не отрезал Не отрезал Но это было святое Вот все Что мы с вами За 110 вебинаров Мы с вами Раз 50 Согласитесь Про обрезку Как увижу Очередную статью Абрикосы Нуждаются В ежегодной обрезке Вот Яблони нуждаются Особенно осенне Что вы Если осенью Не искалечу Что вы Весное выражение будет Вот А как они Снимают мороза Спасаться будут Рано на ранее Об этом Статье не умалчивают И вот Получилось так Что Это был А еще Кроме того Что вот эти Около Тук тысяч деревьев Я еще По другому пробовал И так И этак И этак И так И наконец Я начал Внимание Писать Статьи Наглость Такая Что Не имея Ни званий Ни должности Ни этих Как они называются Ни степеней Ничего Не имея Да Вот Единственное Что у меня был Опыт Металлурга Тоже Какого-то Особого Каким-то Особым Этим Все не видят А я вижу Вот Но это Металлургия Тут ни при чем Только опыт Приобрел там Никому не верить И все делать По-своему И вот я Сейчас Вам показываю Эту самую Опа Куда это Меня занесло Не сюда Я вам сейчас Показываю Что я успел Натворить За несколько лет Потому что Дальше Ниже Пойдет речь И пойдет Диалог С моим Последним Ненавистником Таким Знаете Как сказать Принципиальнейшим Такой Знаете 80 лет Весь в этих Самых Как называется Почетных званиях Кандидат наук Я вас интригую Да Вот Я 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 Пять лет моей жизни. Напоминаю, сад был сожжён в 2005 году. Так. А сад-то сожжён. А мне теперь кем становиться-то? По-новому я пробовал, мне его второй сожгли. Вот. Всё-таки выжили. Но вот тут-то что-то осталось. И вот это всё. А знаете, чем они особые? Вот эти статьи сказать. Вот. Я всё буду листать, только держите за стулья. А нет, надо, знаете, как крупный план. Тогда будет красивее. Смотрите. Вот. Сколько их, смотрите внимательно. За пять лет. Вот. Это бессонные ночи. Вот, смотрите. Верьте, не верьте. Верьте, не верьте. Это всё напечатано мною. В течение пяти лет в двух газетах. Опыт уникален, не верьте. Нет, есть немножко лерики.